Идентичность в настоящем — это осознанный, осмысленный выбор нашего пути. Если мы его не делаем, если мы не занимаемся анализом, выбор за нас делают другие люди, возможно, обстоятельства, какое-то давление или социальное окружение, политика, реклама и абсолютно любые действующие в этом мире. Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить о наделении идентичностью. Что же мы с вами должны переосмыслить? Во-первых, это наши жизненные ценности, которые являются фундаментом нашего мировоззрения. Влияют абсолютно на все наши решения, на любой наш выбор, даже на то, что мы говорим, что едим и как мы себя позиционируем перед другими людьми. Необдуманный подход к набору ценностей приводит к тому, что они все-таки формируются, но формируются не нами. Формируются неосознанно, неосмысленно и под давлением обстоятельств других людей, культуры. Или же просто нам навязываются сверху, и мы вынуждены им подчиняться. Во-вторых, необходимо переосмыслить наше окружение. Как говорит пословица «Скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты». Не всякое общение и не все люди конструктивно и позитивно влияют на нашу жизнь. Есть достаточно деструктивные личности, есть личности, которые я бы назвал токсичными, есть навязанные отношения, есть отношения, которые постоянно нас угнетают, есть сообщества, которые развращают, есть люди, которые не позволяют нам меняться, расти, совершенствоваться. Несомненно, есть друзья, есть семья, есть люди, которые как раз-таки способствуют чему-то хорошему и позитивному. В любом случае нам с вами необходимо пересмотреть наше окружение и принять правильные решения, потому что это очень серьезно влияет на нашу идентичность. В-третьих, необходимо будет проверить те решения, которые мы принимали. Если понадобится, пересмотреть их. Какие-то решения мы принимали, не подумав, что-то решали по глупости, где-то наши решения были продиктованы эгоизмом. Возможно, мы принимали какие-то решения, находясь под давлением, были вынуждены это делать, и нам казалось, что другого выхода нет. Нам нужно здраво переосмыслить эти решения, и, возможно, от каких-то придется отказаться, что-то пересмотреть, модернизировать, а какие-то утвердить и сказать, да, это было все верно, и на сегодняшний день мне необходимо продолжать двигаться в эту сторону. Как вы считаете, насколько мы должны искусственно с нашей стороны формировать наши жизненные ценности, или, может быть, позволить им формироваться самостоятельно? Субтитры создавал DimaTorzok